Всем привет! С вами Ксюша Роболев и вы на канале Клуб Шопоголиков. Сегодня мы с вами разберем интересную тему. Топ-10 мастхел-вещей для базового гардероба. Конечно же, гардероб зависит от вашего образа жизни, но, согласитесь, существуют базовые вещи, с помощью которых вы всегда будете актуальны в тренде, поэтому давайте скорее смотреть, какие же это вещи. Кстати говоря, многие стилисты, дизайнеры говорят нам о том, что необходимо вкладываться в свой базовый гардероб, ну, грубо говоря, инвестировать в вещи. И тогда у вас не будет проблемы, когда в шкафу нечего надеть, потому что эти вещи будут актуальны всегда. Итак, давайте начинать. Открывает наш список классическая обычная белая рубашка. Хотя я бы не назвала ее классической, потому что, например, сейчас не в тренде вещи, которые, ну, такие в облегон обтягивающие сильно подчеркнутая талия. Все-таки сейчас более расслабленный образ на пике популярности. И если мы выбираем рубашку белую из хлопка, то выбирайте более свободного кроя, так что можно ее носить и на выпуск, и заправить красиво, и она будет красиво объемно лежать на ваших плечах. Раз уж мы находимся на канале Клуба Швакольков, то немножко вам статистики расскажу. Наши девочки обычно выбирают рубашки бренда Пинка или Карла Герфельд. Еще, кстати, Дики Энвай тоже очень красивые, есть варианты. Давайте перейдем ко второй вещи. Это обычная белая классическая футболка. Но слово классическая не подразумевает под собой, что у нее приталенная икра, и она облегает вашу фигуру. Нет, эта футболка тоже должна быть чуть-чуть свободной. В идеале, чтобы рукав был тоже свободный и ваша рука казалась тоньше, за счет того, что у вас будет расстояние между тканью и телом. Но самое главное, чтобы футболка была из плотного материала, не прозрачного, не тонкого, а достаточно структурированного. И если говорить о вариантах носки, то их просто масса. Мы можем просочетать с джинсами, с брюками, с футболками абсолютно со всем, и это будет всегда уместно. Кстати, у меня была очень забавная история про белые футболки. Когда я в Инстаграме показывала разбор гардероба на съемках, потом мне писали в директ, Ксения, у вас столько белых футболок, и потом я действительно посмотрела, что у меня белых футболок превалирует над какими-то другими цветами. Но на самом деле это здорово. У меня есть и обычные белые, без каких-то принтов, с принтом, с горловиной разной, и в целом, мне кажется, это универсально. Кстати, белые футболки также можно здорово надевать под джемперы, под свитеры, и у вас будет вырез горловины джемперы, и чуть-чуть торчать белого цвета, что будет освежать ваше лицо. И зачем я сказала ваше, 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 ваше? Третья вещь, о которой я хочу вам рассказать в этом видео, это, конечно же, джинсы. Деним, мне кажется, сейчас невозможно представить без денима современный образ. И я очень люблю базовые джинсы. Ну что значит базовые? Сразу скажу, что сейчас немодные обтягивающие джинсы, которые называются скини. Хотя, кто знает, возможно, эта мода когда-нибудь к нам вернется, но честно, я сама не хочу. Мне нравятся джинсы свободного кроя, даже клеш или мамфит. Мамфит, вообще, мне кажется, очень универсальная модель, которая подходит большинству типов фигур. Они с высокой талией, плотного структурного материала, то есть они не тонкие, когда вас обтягивают, а действительно придают форму вашему низу. И если говорить про наш клуб Шопоголькова, то у нас просто мастхэв всех девчонок – это джинсы мамфит от бренда ГЕС. Они садятся просто изумительно по фигуре, если бы вы знали, сколько мы их перезаказывали, перепокупали с нашим клубом. А еще одни джинсы в истории нашего клуба – это джинсы мамфиты пинка, светло-голубого оттенка. Ох, знаете, я помню, мы ездили по Италии по разным аутлетам просто в поисках остатков. В свое время мы успели купить очень много, посмотрите на это фото из отеля, когда после шоппинга я пришла, разложила их в стопку и показала вам. И потом, после этого момента мы гонялись просто по всей Италии за этими джинсами. Звонили в аутлет и спрашивали остатки, но в итоге нам удалось, мне кажется, купить все, что было в остатках. И все, после этого было очень много запросов «хочу их купить», но, увы, их больше не было. У нас на канале есть видео, что же такое клуб шпаголиков, как он работает, как мы ездим на марафоны, как мы покупаем онлайн. Ссылка будет в описании, поэтому обязательно нажимайте и смотрите. Итак, смотрите, у нас есть футболка, рубашка, у нас есть джинсы, что не хватает, обуви. Давайте перейдем к ней. Что же является у нас базовыми москвевными вещами? Конечно, обуви очень много существует и разных вариантов, которые будут подходить и универсальны будут всегда. Но я остановила свой выбор на базовых кедах и массивных ботинках. Что я имею в виду под базовыми кедами? Это классические кеды, без каких-либо декоративных деталей, просто белого цвета, на достаточно высокой подошве и с белыми шнурками, которые мы идеально впишем в любой образ, будь то платье, будь то рубашки, жакеты, джинсы, брюки, шорты, абсолютно все. Если говорить про какие-то конкретные бренды, базовые кеды, обуви, то мне очень нравится мой вариант от Miss Sixty. Это просто кожаные кеды и ничего большего на них, кроме маленького выбитого лого на язычке. Или еще мне вспоминается, конечно же, брендомания. Например, мои Gucci с маленькими детальками сбоку. Ну, как маленькие, не совсем, конечно, они маленькие, но в целом я их тоже отношу к базовой обуви, которая идеально вписывается практически во всем образе. И про эту модель хочу сказать, что она уже у Gucci появилась очень давно. И я уверена, что будет в тренде еще, не знаю, не в тренде, а в коллекции лет 5 точно. Поэтому можете смело их покупать, и это будет вашей прекрасной базовой парой обуви. Так, возвращаемся к теме базовой обуви. Я уже говорила, что второй пункт это массивная обувь. Массивные ботинки сейчас в тренде. Лично мне очень симпатизирует этот тренд, потому что на фоне массивной обуви мы одеваем женственные образы, и наш образ становится более хрупким. Хотя, сразу скажу, что не все мужчины воспринимают этот тренд нормальным. Например, мой муж, честно говоря, не очень любит сильно гипертрофированную базовую обувь. И мы были даже вчера в магазине, и я примеряла как раз такие ботинки. Он мне сказал, ну, Ксюш, ну ты же такая милая, нежная, женственная, и тут такая массивная обувь. Хотя это действительно в тренде. И я для себя выбрала, например, вариант Fratelli Rosetti от итальянского дизайнера, потому что они такой, на границе вроде бы массивная обувь, но в то же время чуть-чуть еще женственная. Прикрепляя фотографии, смотрите. А вообще у разных брендов обувных очень много вариантов массивной обуви, поэтому широкий выбор предстоит вам, если вы захотите купить такую обувь. Друзья, смотрите, я говорю тренде, это сейчас тренде. Если говорить про массивные ботинки, они достаточно недавно вошли к нам в обиход, но они настолько быстро и плотно вписались в жизни, что на протяжении многих лет они будут и в тренде, и они действительно стали уже базовым гардеробом, поэтому смело приобретайте их, свой гардероб. Двигаемся дальше. И на пятом месте в нашем базовом гардеробе, конечно же, сумки. Их тоже величественное множество. Но я могу выделить три основных типа сумок, которые пользуются большим спросом у наших шпаголиков, но и у моих тоже. Это маленькая кроссбоди небольшого размера, это рюкзак и шоппер, в которую можно поместить все, что угодно. Давайте начнем с небольших кроссбоди. Сумочка на цепочке, которая пересекает тело. Мы можем ее носить по стандартному методу, как, собственно, заложено с цепочками. Можем ее носить как клач, можем намотать клач на руку и носить ее просто внизу. Почему клач, цепочку на руку и носить внизу? Если говорить про рюкзаке, то эта вещь просто незаменима нам в поездках, куда мы тоже можем положить все, что угодно, и полететь, отдыхать по делам, по работе, на командировку, куда угодно, ну и в целом ходить просто в жизни, в универ. Можем ходить гулять с детьми, потому что нужно в рюкзак положить тоже всякие необходимости для деток. Ну и третий тип сумки – это шоппер. Шоппер, наверное, та сумка особенно актуальна будет для тех, кто работает в офисе, таскает с собой ноутбук, планшет или какие-то документы, потому что эта сумка достаточно вместительная, чтобы вместить все эти необходимости. Если говорить про какие-то конкретные модели, то я с удовольствием выделю те модели, которые пользуются большим спросом у наших шопоголиков. Ну, рассмотрим кроссбоди. Конечно же, это Pink Love Bag. Мне кажется, самая популярная просто топ-сумочка. Она существует в разных размерах и подходит в разной комплекте. Если говорить про рюкзаки, то, наверное, лидер среди покупок шопоголиков – это рюкзак от бренда Covitch. Ну, и, конечно, если говорить про люксовый мир, то это рюкзак от Louis Vuitton. Самая, наверное, востребованная и желанная вещь, которую достаточно сложно поймать. Ну, а если говорить про шопперы, то ярким примером может послужить шоппер от Michael Kors. Мы, кстати, его отдельно рассматривали подробно вот в этом видео. Обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Ну, или также отличным вариантом может являться шоппер от бренда Coach. Если говорить про люкс, то ярким примером является Neverfull модель от Louis Vuitton. Двигаемся дальше. Следующее на очереди у нас будет пальто. Друзья, если досмотрели до этого момента, поставьте, пожалуйста, лайк. Итак, начинаем. Что же такое базовое пальто? Это пальто в нейтральных оттенках. Бежевое, чаще всего нюдовые оттенки, разные вариации, ну, либо классический черный оттенок. Если говорить про фасон, то длина пальто в идеале должна быть до середины икры. Пальто-халат, двубортое пальто. И как его носить, с чем сочетать? Абсолютно со всем. Пускай на вас будут джинсы, пускай на вас будут кеды, пальто сюда идеально впишется. Либо более строгий вариант с казаками, с ботинками, ботфортами, да с чем угодно, с юбками. Пальто идеально, кстати, еще впишется в тот случай, если, например, на вас надета юбка, и вам необходимо прикрыть эту длину. Теперь про конкретные примеры. Конечно, если представить базовое пальто, то, наверное, на ум сразу приходит ассоциация Max Mara. Max Mara это тот производитель, который делает идеальное пальто из шерсти, из кашемира, и оно идеально вписывается абсолютно во все луки. Но при этом альтернативные варианты можно найти в других брендах. Например, Ralph Lauren. Отличный пальто, кстати, за которым мы тоже гонялись с шипоголиками, искупали его по всем аутлетам. С удовольствием бы вам его порекомендовала, но проблема в том, что мы искупили все в аутлетах. Но я уверена, что есть альтернативные варианты в наших телеграм-каналах, где мы ежедневно ведем трансляции из ботиков и аутлетов. Ссылка на каналы будет, как всегда, в описании под видео. Обязательно переходите, подписывайтесь и наблюдайте. Итак, двигаемся дальше. Седьмая must-have вещь это худи. Худи это кофта с капюшоном, которая есть у разных брендов. И если говорить про эту категорию одежды, то она универсальна. Сейчас, в нынешнее время, она является must-have в базовом гардеробе, потому что мы можем ее сочетать как со спортивными образами, потому что, в принципе, исходят истоки истории ее именно спортивной одежды. Но сейчас мы прекрасно ее описываем как с женственными образами, с юбками, с джинсами, с брюками. И это будет уместно, классно и здорово смотреться. Если мы говорим про базовый гардероб, то не бойтесь покупать худи с небольшими лого. Видите, логомания, она актуальна, я думаю, еще будет долго актуальна, поэтому это хорошая инвестиция в ваш гардероб. Если говорить про конкретные примеры, я безумно люблю бренд Kinzo, с его небольшими логотипчиками, или когда они уже такие более явные. Или вариант от Карла Герфельда, с знаменитой кошечкой или самим Карлом, к примеру. А также очень классные варианты у бренда Michael Kors, когда тоже монограмма МК представлена в виде лого на худи. Ну что, утепляемся дальше. Джемпер или свитер. Это базовый гардероб, из которого не обойтись в холодное время года. И, конечно, если говорить про базовый гардероб, то это крупная вязка, объемный крой. Это не какая-то облегающая такая вещь, это все-таки такая объемная, стильная. Может быть, даже если мы рассматриваем кардиган на пуговицах, но он тоже должен быть объемной вязки. И когда я говорю про джемпера и свитера, я сразу представляю себе в холодное время года камин, кружка, какао, и так хорошо. А еще хотела вам сказать разницу между джемпером и свитером. Джемпер это вариант крупной вязки, но с горловиной круглым вырезом. А свитер это уже горловина высокая. Так что запомните эту разницу и не ошибайтесь. Мы уже на финишной прямой. И девятая вещь, о которой я хочу рассказать, это ремень. Что же такое базовый ремень? Классический ремень, однотонный, гладкий и с небольшой пряжкой. Мы можем его использовать как на талии, так и на бедрах, джинсах, подстегнув жакет. Кардиган вариантов масса. Кстати, даже на платье будет здорово, если мы так подчеркиваем талию. Черина у ремня может быть разной. Он может быть тонкий, более широкий. Самое главное, чтобы он был однотонный. Ну и пару слов про пряжку. Она может быть как легкой, классической, стандартной, так и вариант в виде логотипа бренда. Например, наши шопоголики обожают ремни Пинка с птечками. Ну или фаворит среди заказов фликсовых, это Гуччи ремень. У меня на канале, кстати говоря, есть видео про ремень Гуччи. Мы разбирали, как его выбирать правильно, как купить дешевле. Ну а также есть в этом видео, в обзоре сумочек Пинка, мы тоже рассматривали ремни. Конечно, не так подробно. И если вы хотите, чтобы мы сняли отдельное видео только про ремни, обязательно напишите об этом в комментариях. И обязательно мы это сделаем. И завершает, наконец-то, наш список топ вещей мастхэва базового гардероба. Это жакет. Жакет это, наверное, ну, моя так точно, самая любимая базовая вещь, которая прекрасно украсит и дополнит, зафиниширует ваш образ. Ну, я сейчас как раз в жакете. И сразу хочу сказать про особенности базового жакета. Он не должен быть таким хлипким и тонким, болтаться вот так вот на вешалке. Он должен быть структурированным, держать форму. Должен быть свободного кроя, ну, скажем так, прямого. Хотя, вот, например, сейчас в 2020 уже обратно возвращаются более притальные модели. Но в целом, если вы выберете прямой фасон, то вы попадете в яблочко. К сожалению, в масс-маркете очень часто вижу ситуацию, что жакетов много разных вариантов, разных расцветок, но они все какие-то тонкие. И, конечно, в носке покажут себя не очень, они будут мяться. Они, в принципе, не зафинишируют ваш образ, не придадут ему такой, знаете, лаконичности. Поэтому я не советую выбирать варианты из мягких материалов. Теперь про сочетание. Мы можем носить его с брюками, с юбками. Это будет строгий, ну, скажем так, немного офисный лук. Но также жакеты классно сочетаются с джинсами, шортами и так далее. Получается более расслабленный образ, более кэжулин. Лично мне он даже, наверное, симпатизирует больше всего, потому что это комфортно, это классно и смотрится стильно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, обязательно поставьте лайк, ну и напишите в комментариях, какая вещь из этого списка у вас есть в гардеробе и ваша любимая. Буду ждать комментариев. И до новых встреч, друзья, в новых видео. А с вами была Ксюша Рубль и канал Клуб Шпаголиков. Канал о том, где мы рассказываем, как покупать брендовые вещи гораздо выгоднее. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok